Приветствую вас и у вопроса, который вы написали, есть два аспекта. Два таких основных аспекта. Первый аспект это то, что вы сами вот ощущаете. То есть, когда вы говорите, что, например, ваш мужчина там бросил вас потому что, то есть вы здесь ищете причины, возможные причины того, почему он вас бросил. Но правда заключается в том, что какие бы причины вы не искали, для вас это все равно останется загадкой, потому что, скорее всего, мужчина сам не знает, почему он так поступил. И то, что вы копаете в себе, то, что вы ищете причины, по которым он вас бросил, опять таки, в себе, это вас, к сожалению, ну не красят. Это вам, я бы даже сказал, очень сильно вредит, потому что вы сами себя мучаете, вы не даете себе возможности принять позицию мужчину, вы не даете себе возможности просто опустить его, а потому что, как вы говорите, вы его любите. Хорошо, предположим, что вы его любите. Давайте поговорим о том, что значит любовь. Когда человек любит, хотят сделать его счастливым. Если ваш мужчина говорит о том, что, что ему все надоело, значит он пока с вами быть не хочет, и он пока с вами не счастлив. Значит, если вы знаете, что без вас мужчина более, ну более сильно испытывает позитивные эмоции, то пока останьте его, не трогайте его, дайте ему помыть без вас, подумать, переоценить свое к вам отношение и прочее. Если вы сейчас будете ему надоедать и пытаться вернуть, этот человек еще больше от вас отдалит. Этот человек еще больше оттолкнет, потому что он увидит, что вы без него не можете, он увидит, что вы нуждаетесь в нем, а это означает, что вы никуда от него не денетесь и мужчине не нужно вас завоевывать. Для мужчины очень важно свою женщину завоевывать. Для мужчины очень важно, чтобы женщина не была прям вот доступной. особенно, особенно, когда вы только встречаетесь. Это очень важный момент. Если вы не можете принять выбор мужчины, что вот он не хочет с вами сейчас быть, значит, вы от него зависите. Значит, вы нуждаетесь в нем и с ним вы пытаетесь реализовать какие-то свои потребности. И вот это неправильно, потому что потребности ваши вам нужно удовлетворять самостоятельно, без мужчины. Мужчина ваши потребности удовлетворять не должен. По крайней мере, в том ключе, в том аспекте, чтобы вы были от него зависимы и не могли принять его выбор, не могли принять его вот позицию по отношению к вам, да? Это вот то, что я хотел вам сказать. Значит, вам нужно подумать, зависим ли вы от мужчины, можете ли вы принять его выбор, можете ли вы смириться с его выборами, если нет, то почему. Предположим, что вы правы, он действительно вами пользовался. Но, понимаете как, это уже случилось. То есть, вот, вне зависимости от того, что будет дальше, это уже случилось и обратно вы ситуацию вернуть не можете. Да, вы получили определенный опыт, да, опыт этот по большому счету очень негативный, опыт этот по большому счету неприятный, но у вас нет, на самом деле, другого выбора, в том, как принять этот самый опыт. Потому что это еще раз уже случилось, это еще раз уже произошло и изменить это вы не в силах. Вы, когда были молодым человеком, ну, когда вот вместе с ним были, вы ведь получали какое-то наслаждение, какое-то удовольствие от пребывания с ним. И вот это нужно запомнить, потому что этого могло бы не быть. А то, что молодой человек не захотел быть с вами, то, что молодой человек вас бросил, то, что молодой человек отдалился от вас, это, по сути дела, не ваша вина. Это означает, что мужчина не осознал, кто рядом с ним, то есть вы. Это означает, что мужчина не оценил вас. Раз не оценил, значит, он вас не достоин. И раз он вас не достоин, то и быть с ним не надо, и тратить время на него так же не что-то. Пожалуй, единственное, что вы можете сделать в этой ситуации, это просто оставить его в покое. Чтобы мужчина видел, что вы, во-первых, уважаете его, уважаете его по виду, уважаете его точку зрения, уважаете его выбор и не собираетесь за ним бегать. Вот тогда мужчина и проявит свое к вам истинное отношение. Ну, условно говоря, истинное отношение, конечно, потому что, по большому счету, истинное отношение к вам он проявляет уже сейчас, когда говорит, что ему все надоело. Понимаете, вот то, что с вами произошло. Я понял, основная проблема заключается в том, что вы опасаетесь, что мужчина попользовался вами, да, взял все, что ему было нужно от вас, и теперь как бы он вас бросил. Вот основная проблема, как мне кажется, в этом, и, понимаете, жалеть, о чем бы то ни было, не нужно. Потому что это уже случилось. И если вы жалеете об этом, о чем бы то ни было, здесь в данном случае даже не важно, о чем именно вы жалеете, если вы жалеете, то получается так, что вы сами себя просто-напросто изводите. Постарайтесь извлечь опыт из того, что с вами произошло. Постарайтесь больше никогда в такой ситуации не оказываться. Постарайтесь не попадать в такие ситуации, когда мужчина или мужчины вами пользуются. Более внимательно относитесь к молодому человеку, к молодым людям вообще. Смотрите на то, как они к вам относятся, смотрите на то, что они готовы там ради вас сделать и так далее. Вот на это старайтесь обращать побольше внимания. Пожалуй, именно так вам нужно поступать. Пожалуй, именно это можно вам порекомендовать. Просто потому, что ничего другого вам не остается. Вот вы пишете, что, значит, боитесь. Хорошо, предположим, предположим, что он действительно вас бросил. Что страшного случилось? Вы боитесь от нас одна? Почему вы очень сильно переживаете? Откуда такая ваша серьезная заинтересованность в нем? Ну ведь, ну не хочет человек, это его выбор. Что вам мешает принять его выбор? Ответьте себе на этот вопрос. И это будет направлением для вашей работы над собой. Потому что это покажет вам то, чего вам не хватает для себя, и то, что вы пытаетесь восполнить через этого человека. Вот это вам и нужно делать. То есть вместо того, чтобы думать о мужчине, стараться угадать, почему он перестал с вами общаться, вместо этого, можно и нужно думать о себе. В большей степени любить себя. В большей степени обращать внимание на себя. И сконцентрировать свое внимание тоже на себе. Не на нем, а на себе. Возможно, вам нужно больше себя любить. Возможно, вам нужно больше себя оценить. Возможно, вам действительно нужно в большей степени концентрировать свое внимание именно на себе, а не на нем. И тогда вы увидите, как изменится восприятие вас со вторыми мужчинами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok